Производители обещают уменьшить боль в пояснице, но мы разобрались, так ли это на самом деле. Что такое бандаж для беременных? Это широкий пояс из эластичной ткани, который удобно охватывает поясницу и область под животом. Некоторые модели можно использовать только когда вынашивают ребенка, а вот универсальные носят и после родов. По форме бандажи тоже бывают разными, чаще всего это пояс на липучке, но бывают и комбинации с трусами и корсеты с дополнительными фиксирующими лентами, ребрами жесткости и шнуровкой. Гинекологи часто опираются на свой опыт и говорят, что бандаж особенно необходим после 27 недели беременности. Производители тоже указывают на его пользу. Они утверждают, что эластичный пояс нужен большинству женщин. Он якобы позволяет избежать боли в области крестца, бороться с будущими или уже появившимися растяжками, устранять и предотвращать расхождение прямых мышц живота, снизить риск появления килоидных рубцов после кесарева, уменьшить тонус матки, убрать напряжение мышц живота, предотвратить выкидыш. Исследований, которые подтвердили бы обещания производителей, нет. Наше Министерство здравоохранения предлагает носить его при появлении боли в лобке из-за симфизита. Однако эти клинические рекомендации имеют низкий уровень убедительности и достоверности. Это значит, что они основаны на понимании механизма действия бандажа и мнении отдельных экспертов. Некоторые ученые утверждают, что можно уменьшить тазовую боль и стабилизировать положение костей, если бандаж правильно подобран и его носят непродолжительное время. А другие специалисты заметили, что болезненные ощущения в спине у беременных снижаются при регулярном использовании бандажа. Однако эти исследования проводились на небольших группах женщин, поэтому результаты нельзя считать полностью достоверными, о чем предупреждают и сами ученые. Для профилактики и лечения проблем с поясницей беременным можно использовать другие методы. Например, записаться на мануальную терапию, делать упражнения для укрепления мышц тазового дна, живота, спины и бедер, заниматься аквааэробикой, избегать движений, которые по собственным наблюдениям усиливают боль. Не сидеть на полу и не принимать неудобные позы. Отдыхать при любой возможности. Не поднимать тяжести. Не носить на одном бедре старшего ребенка, если он есть. Ходить в удобной обуви без каблука. Не пылесосить. Не стоять на одной ноге. Например, даже чтобы надеть брюки, присаживайтесь. Найти удобную позу для сна. Подниматься по лестнице, наступая на каждую ступеньку двумя ногами, как это делают маленькие дети. Или идти задом наперед. Держать колени сведенными, если нужно сесть в машину или выйти из нее. Не скрещивать ноги. Не скручивать тело при нагибании.